Друзья, всем привет! Сегодня у нас очень долгожданное видео. Многие любители канарей спрашивают, будут ли птенцы, как у тебя дела, какие птенцы в этом году. Сейчас я вам покажу первых своих птенцов. Они у меня долгожданные, как бы поздние. Но это первый выводок. Я их уже сегодня решил отсадить. Птенчики уже взросленькие стали, им уже даже 35 дней. Чуть-чуть передержал, нужно было в 30 дней отсадить. Ну, то туда, то туда, надо везде отвлекаться. И вот сегодня посвящаю время отсадке молодых птенчиков. Я вам сейчас их покажу. Где-то через неделю будут еще отсажены другие птенчики у другой самочки. Ну и так и пойдут они на отсадку. Все постепенно будут все показывать. Со временем будем наблюдать, кто мальчик, кто девочка. Мальчиков отдельно, песенка, там кого-то на продажу, кого-то на племя. В общем, все постепенно, все потихонечку, все обзоры будут. Так что следите, подписывайтесь, чтобы быть в курсе, ничего не пропустить. Итак, смотрим моих канарейчик. Так, здесь перед вами самочки, которые еще потомство не давали. Они как бы тут у меня летали, сил набирались. И вот постепенно, постепенно все пойдут в паровку. Ну, так получается, что мое затяжное разведение, некоторые канарейки уже линять скоро будут. А я никак на паровку не посадил. Значит, смотрите, здесь немножко перестановка. Да, это новое помещение, хорошо забытое старое. Здесь мои самые первые видео начинались. С этой комнатой. В общем, здесь я сделал, вот тут у меня, тут первый, второй, первый, второй. Здесь кенар с канарейкой сидит. А вот здесь, в этих клеточках, новых клеточках, сидят мальчишки. Завтра, послезавтра буду ставить гнезда. Вот сейчас вам покажу, мальчишек кушает здесь. Вот он к кормушку полез, покушать решил. Теперь попить надо. Так, вот такие самцы сидят индивидуально. Друзья, кому нравятся вот эти клеточки, можете заказать. Клеточки подходят как для содержания одиночного содержания кенара, так и для разведения пары канарей, там мальчика и девочку можно держать. Размеры этой клеточки длина 48, высота 32, ширина 25. Прекрасно подходят. Для разведения здесь, значит, дверочка. Давайте я вам покажу перед тем, как... Дверка основная, кормушка, пенал. Также можно еще туда положить блюдце специальное. Здесь идет в наборе поилочка, потом боковая дверка. Здесь можно повесить навесное гнездо, можно повесить ванночку, у кого как. И поддончики у всех клеток выдвигаются вправо. Приобретаем такую клеточку по номеру телефона 8 928 231 6107. Звоните, пишите в WhatsApp, обсудим. Ценник этих клеток примерно 1000-1300. Кому лаком вскрыть, кому грунтовкой вскрыть. Примерно такие цены. Там плюс-минус надо уточнять. Все это отправляется почтой по России и в ближнее зарубежье, и в дальнее зарубежье отправляли. В общем, почта России клетки переводит отлично. Так, самки сидят, слушают, готовятся. Значит, самок постепенно выбираю. Кто-то таскает, кто-то не таскает различные сухостойки. Кто-то таскает того на гнездо, но тоже не показатель. Сейчас попробую вам тут показать вот эту самку. Вот эта самка у меня, вот самет тут насыщенная, а самка белесенькая такая, желтая. Вот эта самка построила гнездо из сухих веток в оконной раме. Окно было открыто, и она там построила гнездо. Но вот тут она сидит уже три недели, и пока делов нет никаких с этим самцом. Так, идем малышнюю смотреть. Друзья, сейчас перед вами, значит, смотрите, вот это насыщенно красный, с синим под глазом у него черные перья растут. Это самец. А самая крайне правая сейчас, это самка. А вот это между ними, это молодняк. Вот один как воробушек. Затем вот два морковочки такие, апельсинки. Видите, у одного затылочек с пятнышками, а другой, по-моему, чисто морковный будет. Вот таких вот три малышика дали. Ну, они уже самостоятельные, сегодня 35-й день. Сейчас отсажу в отдельную клетку, и я вам их покажу. А здесь у меня вот малышик, смотрите, один. Беленький, вот здесь будут беленькие. Сейчас они еще пугливые, близко они будут подходить, потом индивидуально с ним. В общем, будет белый. Мальчик он или девочка, пока не знаю. Таким, температура здесь у нас 30. Пересаживать будем вот в такую большую клетку. Размеры этой клетки. Длина 48, высота 40 и ширина 30 сантиметров. Клетка также оборудована кормушкой пеналом. Выдвижная, очень удобно. Выдвинули, покормили, задвинули. Здесь дверка. Можно ставить какую-то сюда тарелочку, дополнительную морковочку. Там или яичко обмятое, творожок будете давать. Такую клетку тоже можете заказать. Вот тут дополнительная дверка. Цена этой клеточки примерно от 1500-1500. Если скрыть вам лаком или грунтовкой под ваш интерьер, примерно плюс-минус 1500-1800 такая клетка стоит. С доставкой будет чуть больше, там уточняйте. В общем, такие клетки тоже есть в наличии. Ждать не придется. Это такой эконом-вариант для начинающих. Можно взять, попробовать. Клетка окупится у вас, если вы преследуете такое, что развести и продать. А если для души, то купили, клетку поставили. Эта клетка будет служить вам и 5-7 лет. За такую цену, мне кажется, это подарок. Все, отсаживаем. А то заболтался, заговорился. Опля. Не успели мои птички глазом моргнуть, как уже очутились в новой персональной клеточке. Без мамочки и без папочки. Вот смотрите, как они осматриваются. Куда это мы попали? Чего это мы сюда попали? Значит, здесь поддончик. Видите, я постелил бумажечку. Бумажечку можно менять каждый день, можно через день. Так, сейчас крупным планом давайте рассмотрим. Вот такие вот хорошенькие птички. По размеру довольно-таки неплохие. Оперение все на месте. Все хорошо. Это говорит о том, что птички здоровы. Я надеюсь, с этих птиц получатся хорошие пивоны. А вот у этого, обратите внимание, немножко подщипали родители. Вот там, где основание хвостика и крылышки соединяются. Вот видите там. Ну, это, видимо, потому что самочка уже начала нести вторую кладочку и, возможно, подщипнула там или выгоняла его с гнезда. В общем, так. Вот видите, крюльик открыл, жарко. Пока ловил, немножко подзапыхались. Вот, друзья, такие вот у меня в этом сезоне новости. Такой обзор. Продолжение следует. Там он, в той клетке, я вижу. А вон, видите, через прутики видно. Вон он беленький дремит. Ну, дней через 7, дней через 5 будем отсаживать. По кормлению. Сегодня дал просто сухую зерносмесь. Уже у нас дело к вечеру идет. Жарко. Завтра с утра дам яичко, зелень накрошу. Все это обязательно вам покажу, как они будут кушать. Вместе посмотрим. До скорой встречи, друзья. Всего вам хорошего. Удачи. И обязательно закажите клетку, если еще этого не сделали. Буду рад вам отправить хорошую клеточку для разведения канареек. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок